Китай главный стратегический партнер России, так говорят представители Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, годичные итоги работы которого подвели в московском отеле «Балчук-Кемпинске». Главное достижение – увеличение товарооборота с Китаем. Наш товарооборот наконец-то после 2014 года достиг 100 миллиардов в доллар в эквиваленте. Но, конечно, наша цель к 2024 году – это 200 миллиардов. Помимо товарооборота увеличился и экспорт в страны Азии, в том числе и в Китай. России и Поднебесной еще предстоит разработать несколько совместных проектов для успешного взаимодействия стран. Темпы роста экспорта российской продукции в Китай каждый год увеличиваются на 40%. И наша компания, наши партнеры стараются способствовать этому. Не секрет, что Китай совершает много покупок в России. Отдельно хотел сказать об интересе московских предприятий к экспорту именно в Китай, к интересу к этому рынку. Буквально недавно мы проводили крупное мероприятие, приняло участие более 3000 человек, где, наверное, более половины заявило об интересе к китайскому рынку и к продвижению своих товаров на этом рынке. Речь на подведении итогов шла и о двусторонних инвестициях. Один из главных инвестиционных проектов сейчас, по мнению китайской делегации, «Один пояс, один путь». Концепция нового шелкового пути была выдвинута Китаем в 2013 году как глобальная стратегия создания масштабной инфраструктурной сети. Поднебесная и Россия являются главными странами, развивающими этот проект. «Благодаря Евразийскому союзу разрабатывается проект «Один пояс, один путь», а значит увеличивается торговый оборот, что приводит к увеличению инвестиций из Китая в Россию». По мнению гостей церемонии, регулярные встречи китайской и российской делегаций укрепляют дипломатические отношения между государствами и способствуют их дальнейшему развитию. «Такие мероприятия абсолютно необходимы, потому что мы видим, что здесь половина китайцев, половина россиян, и ничто не заменит. У нас на Востоке личный контакт. А что касается отношений, то мне представляется, что они управляются сверху, что нормально». В рамках подведения итогов состоялось вручение премии «Золотой дракон» в области предпринимательства. Победители были представлены в номинациях «Открытие года», «Товар года», «Компании года» и многих других. Илья Залевский, Сергей Новиков и Виктор Сухотин. Новости Большой Азии.